Стук молотка, скрежет пилы, звуки привычные для любой столярной мастерской. В этом небольшом цеху идет работа над созданием традиционной мебели. Из таких дощечек мастер может с легкостью сделать табурет. Ремесленники Худжанда предпочитают работу посложнее и вместо простых вещей делать эксклюзивные, расписные, легкие. Все начинается с деталей. Таджикские столы и стулья отличаются миниатюрностью. Этот стульчик нам достался в наследство. На нем можно отдыхать. Женщины сидели на нем у костра, готовили пищу, стирали. Современные стулья далеко не унесешь, а такие наши прадеды могли брать с собой. Легкий и удобный. Чтобы сделать стоящую мебель, нужно овладеть не только инструментом, но и художественным вкусом. Создавать национальную мебель будущих ремесленников учат на художественно-графическом факультете. Таджикские мастера не всегда украшали мебель резьбой. Использовались простые столы и стулья. Позже в моду вошел растительный узор. Горы, деревья, арыки. Сначала резчики работали с прямыми линиями. С годами стали появляться более сложные элементы. Веками каждый ремесленник вносил что-то свое. Сегодня мы тоже не стоим на месте. В Центральной Азии резьба быстро разрывается. Главным материалом служат древесины ореха тополя. Делают столы, стулья, рамы, окон. И на все наносится резной орнамент. Такая мебель раньше была не в каждом доме. Только состоятельные люди могли себе позволить купить ее. Ножки, поверхность столов и стульев вырезают вручную. В таджикской мебели расписываются все наружные детали. Чтобы вырезать один цветок, необходим не только острый глаз, но и твердая рука. Работа мастеров-резчиков опасна. Одно неловкое движение – и острый нож вонзиться в руку. Когда я учился в школе, отец мне говорил, ты должен стать мастером и служить людям. Во время обучения мы проходим как теорию, так и практику. Я уже смастерил несколько стульев и столов. Чтобы смастерить национальную мебель, в первую очередь, нужно терпение и желание создать нечто неповторимое. За многие века в этой области народного творчества сложились свои традиции. Деревянные изделия тщательно и бережно обрабатывались и украшались. Но основная задача, которую ставили перед собой резчики – это сохранить естественную красоту древесины, растительные завитки, вьющиеся побеги. Вариантов великое множество. Современные мастера сохранили уникальный вид резьбы – лавх. Такая раскладная подставка для корана вырезана из цельного куска дерева. В ней нет соединительных элементов и шарниров. Перед тем, как сделать ее, древесину тополя, ореха, яблони, груши или вишни высушивали целый год. Вырезали суру и аяда из Корана – изображение птиц в воде. Каждый рисунок символичен. Павлин означал красоту. Гул символизировал свободу. Мухи, Тобус, Кабутар. Мухи, Тобус, Кабутар. Мухи, Тобус, Кабутар. Книги всегда были ценные, особенно священные. Поэтому их принято было класть на подставку. Сегодня такие предметы мебели можно увидеть в частных библиотеках и в мечетях, лишь изредка в частных домах. Труктим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова